Станции юных техников более 30 лет. Один из самых популярных студий является видеостудия Свет. Прямо сейчас с ребятами познакомимся, я думаю, более подробно расскажем. Итак, в гостях у нас руководитель Вера Владимировна Позолотина. Вера Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что она представит ребят, которые находятся рядом с ним. Арсен Магазов и Егор Волков. Все, чуть позже познакомимся. Ребята расскажут, чем они занимаются. А вы нам, пожалуйста, расскажите про студию Свет. Видеостудия Свет при Станции юных техников была образована в 2014 году. Ух ты. И я очень благодарна бывшему нашему директору Станции юных техников, Жуману Марату Тимуровичу, за то, что он поверил, что я справлюсь, смогу организовать такую студию, принял меня на работу. За это ему большое спасибо. Я оправдала его надежды. В объединении посещают дети с 11 до 17 лет. И они себя пробуют в разных качествах. Мы пишем сценарии, работаем операторами, режиссерами, монтажерами, ведущими, журналистами. То есть ребята пробуют себя во многих профессиях, связанных с видеопроизводством. И мы создаем различные продукты. Создаем это и игровые фильмы, и документальные фильмы, и музыкальные клипы, репортажи, социальные ролики. Здорово. Полный цикл производства от съемок до монтажа. А я еще ничего сказала. Давайте, пожалуйста. Я еще хочу сказать тоже, что мы со своими работами участвуем в различных конкурсах, фестивалях от городского до международного уровня. И у нас уже такая солидная папка, портфолио дипломов победителей в различных уровнях. Просто звездный диван у нас сегодня, просто именитый звездный. Так вот, вопрос мой все-таки, что касается видеоматериала, контента. Целиком полное производство, от сценария до озвучки, прям полностью, весь цикл. Да, весь цикл. От сценария и дети все это делают. Так, давайте здесь ознакомиться с ребятами. Арсен, как давно занимаешься? Я в видеоскуде обучаюсь уже три года. Три года, неплохо. Моя основная роль это ведущий и репортер на мероприятиях от городского до международного уровня. Такие как стиль жизни творчества и международная аэрокосмическая школа. Круто, очень круто. Я могу брать интервью у известных личностей, таких как депутат Государственной Думы Качкаева Павла Рериковича и космологских героев России Спорцова Александра Александровича. Но ты когда брал интервью, волновался? Ну, для меня это уже... Норма вещей? Ну, для меня это уже как бы норма. Я уже где-то год являюсь ведущим. Ну, нравится. Ну, да. В общем, мне все нравится. Это здорово. Я даже выброс в будущую профессию уже. Так, в будущую профессию что? Будешь репортером? Да, репортером, ведущим. Ведущим, репортером. Здорово. Так, Егор, давай рассказывай, чем занимаешься ты, как давно? Я в видеостудии уже первый год, но я смог получить много новых знаний и поучаствовать в некоторых мероприятиях. Таких, как конкурс телеканала «Вся Уфа». Да. Моя любимая... Я люблю свою Уфу. Расскажите зрителям, какую работу вы прислали на телеканал, на конкурс? Мы прислали несколько видеороликов о таких интересных фактах про историю Уфы, как, например, история Случаевского мостика, Микетовской улицы и Уфимского кремля. Здорово. Вот скажите, достижения вот такие, как участие в конкурсе, что они? Вот вам они лично что дают? Возможность дальше шагать или подтверждение какого-то правильной работы, правильного взгляда? Вот для вас что это? Победа большая может быть? Ну, я скажу вот про один такой форум, в котором я участвую в первый год. Это 17-й всероссийский открытый фестиваль-форум «Бумеранг», где у нас проводятся разные медиа-стречи, обсуждения фильмов, мастер-классы. У нас там были такие мероприятия, как флешмоб «Краски бумеранга», всероссийский пинчин-келок-кинематографистов и представление медиа-студий из разных регионов. Вот, Ира Владимировна, тут отдельного человека под такую же портфолио накопилось. Это же какое портфолио в целом, в общем-то, у Света, студии? Я сейчас еще скажу одно из самых больших достижений, которым гордится видеостудия «Свет», это гран-при за документальный фильм «Воспоминания моей бабушки» в конкурсе, в всероссийском конкурсе «Бестрока давности непокоренной». В качестве приза за эту победу мы съездили в Москву на образовательную программу, и самая большая награда, которая была, это мы когда на сцене были в Доме кино на награждение, нам сказали, что этот фильм войдет в киноальмонах, который будет рекомендован для показа в образовательных учреждениях Российской Федерации, а еще этот фильм вошел, будет вечно храниться в кино и фотоархивах всероссийских. Ну это достижения. Да, вот этим мы очень даже гордимся. Слушайте, ну мы тоже хотим пополнить вашу портфолио, поэтому благодарственное письмо небольшое. Награждается руководитель объединения «Видеостудия Свет» Вера Владимировна Позолотина за сотрудничество и участие в телепроекте «Друзья, давайте поаплодируем». Вот так, пожалуйста. Держите, это вам. И грамота. Награждается обучающее объединение «Видеостудия Свет» Арсен Магазов за творческий подход и активную жизненную позицию. И тебе тоже аплодисменты, пожалуйста, уже от коллег и от друзей звучат. Ну и еще одна грамота. Егор Волков за творческий подход и также за активную жизненную позицию. Вручается вот такая замечательная грамота. Держи, пожалуйста, дотянись. Ну, от себя добавлю, что самое главное всегда, всегда, всегда верить в себя. И я думаю, давать возможность реализации своему творчеству. А если есть замечательные педагоги, в которых верят, которым доверяют, то обязательно все получится. Поэтому дерзайте, творите и пусть все будет, чтобы прямо большими звездами стали в нашей республике и за пределами, как было сказано, международным уровнем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!